Ирисы уже цветут. Бородатые ирисы еще только набирают цвет. Лилейник распустился. На эту клумбу я еще посадила сальвия, агерату и цини, нескольких акустиков. Скоро они окрепнут и тоже начнут цвести. Еще давно хотела посадить вот такую овсяницу декоративную. У меня такой еще нет, высотой до 30-40 сантиметров. Это многолетник. Весной я так и не нашла времени дома посеять этот цветок, не цветок, а растения. Поэтому решила просто посеять в парник, а потом уже рассажу, куда мне будет нужно. Здесь что-нибудь быстро взойдут эти семена. Сделала вот такую полосочку. Посмотрим сейчас, какие семена у нее. Ни разу я ее не садила. Вот такие у нее семена, как у травки. Вот такой простой. Нет, как будто это не культурное растение. На самом деле она очень красиво смотрится в цветниках. Я у многих вижу это растение, поэтому мне тоже захотелось его. А так, в принципе, я бы, наверное, не обратила внимание на такую картинку. Ну, как будто какая-то сока. Не очень мне она, конечно, по картинке тут нравится. Так, и просто вот так вот немножечко присыплю землей. Тут земля влажная. Только что я поливала в парнике огурцы и помидоры. И прожжу еще вот так немножко сверху, чтобы ей было влажно, чтобы она быстро взошла. Камнеломка цветет. Эту ипомею давным-давно пора рассаживать. Она уже очень-очень длинная. Часть я посадила к перголе, часть на террасу. И сейчас буду еще высаживать в два длинных ящика. Вот она моя длиннющая ипомея. Я посадила целых четыре сорта. Вот один из них вот этот вот интересный. С такими листочками, как у укропа. В прошлом году у меня был один такой. Назывался он Квамаклит. И он очень как-то плохо рос. Поэтому попробую его нынче посадить вот как раз в ящик. И посмотрю, как он будет себя вести. Посажу по три растения в горшочек. Вот и как раз в середину посажу вот этот вот похожий на Квамаклит цветочек. Надеюсь, нынче он будет у меня хорошо расти. В том году он не очень, конечно, себя проявил. Так, вот так. И вот эти вот огромные мальяны. Вот я просто делаю купление и помещаю туда корни. Конечно, в таком взрослом состоянии, то есть они уже плохо приживаются. Я буду их хорошо поливать и поставлю пока в тень, чтобы им было полегче. Все сорта у меня, конечно, перепутались. Потому что листья у них одинаковые. Только вот этот вот выбивается. Вот это и прямейка. Потому что у нее листва совсем другая. А все остальные уже в кучу у меня в одной. Так что не знаю, какие сажаю. То ли полосатые, то ли вишневые, то ли фиолетовые. Эти ящики у меня будут висеть тоже на террасе. На кронштейнах. Пока что кронштейнах у меня нет. Но когда они у меня появятся, я вам покажу, как это будет выглядеть. Так, проливаю. Разделяю растение. И сажу вот так вот в ямку. Так, это будет посерединке. Вот эти вот, кстати, поменьше, они скорее всего проще приживутся. А вот, кстати, посмотрите, какая апамейка выросла. Один листочек и дальше ничего не растет. Но я ее выброшу, конечно же. Мне такая не нужна. Так, и еще одна. Земля та же, что и используют петунии. Тоже из леса. Через отверстие в дне лишняя влага выйдет. Сейчас все поставлю в тень, чтобы лучше приживалось. Вот этот декоративный табак посажу прямо между кустиками капусты. В надежде на то, что он будет отпугивать вредных насекомых. Получилось вот так. Петуния просто красавица. Так прошел мой воскресный дачный день.